В 21 веке информация стала доступна как никогда. Люди сами выкладывают свои персональные данные в социальных сетях, сведения о компаниях публикуются в открытых источниках в соответствии с законодательством. Многое утекает в СМИ, а потом находится с помощью обычных поисковиков. И это я уж не говорю о сведениях нелегального характера, таких как утечки, организуемые хакерами или данных, которые сливают недобросовестные сотрудники компании. Достаточно знать, что где искать, а дальше дело техники. Знание предметной области, будь то юридическая деятельность, тренды TikTok или отношения альянсов в онлайн, позволяют выудить ценные сведения даже там, где их на первый взгляд быть не может. Но это справедливо не только для обычного интернета. Сейчас действует множество программ по оцифровке материальных ценностей прошлого. Музеи переводят свои экспонаты в цифровую форму, сканируются и распознаются книги и исторические документы. Если лет 20 назад необходимо было записываться в библиотеку, получать читательский билет, а то и допуск в какие-то архивы, сейчас достаточно сделать всего пару кликов мыши. Одним из проектов, дающих возможность приблизиться к истории, является портал «Память народа». Созданный Министерством обороны Российской Федерации, он предназначен в первую очередь для того, чтобы узнать, не воевал ли твой дедушка или прадедушка в Великую Отечественную, а если да, то где, когда, не осталось ли какой-то информации о его подвигах и наградах. Но это лишь вершина айсберга. Память народа хранит сведения не только об отдельных людях, но и во всем ходе войны. Портал позволяет проанализировать документы воинских частей и представить себе Великую Отечественную, не по учебникам и фильмам, а работая с подлинными документами эпохи. А это, между прочим, не так уж легко. Прошло более 75 лет, не все материалы сохранились, что-то было уничтожено случайно, что-то намерено, чтобы не достаться в руки врага. И даже из той части, которая попала в архивы, не все было рассекречено. Так, например, документы радиодивизионов особого назначения, радиоразведки Красной Армии, так и не были опубликованы до сих пор. Проблемы регулярно возникают и при оцифровке документов на этапе создания архивных карточек. И если их технические параметры — архив, номер, фонд, дело, лист и так далее — определить легко, хотя и тут регулярно бывают опечатки, то, что касается определения смысловой составляющей, тут вопросов часто становится больше, чем ответов. Доклады, шифровки, радиограммы, иногда просто рукописные записки. Как классифицировать такие документы? Кем они были созданы, когда и при каких обстоятельствах? Возможно ли вообще точно определить датировку, авторство, отношение того или иного документа к боевой операции или воинской части? Как не ошибиться, когда документы писались буквально под пулями, содержат ошибки и неточности? А что делать, если документ зашифрован? А ведь это отдельная большая сложная задача. Любые ценные сведения в войну нельзя было просто передать открытым текстом — они шифровались. Все данные, начиная от приказов командования, положений частей, сведений о потерях и до прогнозов погоды. Для надежного управления войсками необходимо не только наличие связи, но и ее защищенность. Многочисленные усилительные пункты, станции правительственной связи, ретрансляторы, телефонно-телеграфные линии и радиосвязь — все это было необходимо защитить от прослушивания и изменения со стороны противника. Еще перед войной появилась так называемая ВЧ-связь, в которой ток высокой частоты модулировался звуковыми сигналами с мембраной телефона. Это была хоть какая-то, пускай и по современным меркам слабая защита. В дальнейшем были созданы более совершенные системы, например, аппаратура мазаичного шифрования речи. Были в Советском Союзе и свои автоматические шифраторы, так называемые засекречивающие аппаратуру связи — ЗАС. Такие устройства, как М101 «Изумруд», «Байкал», «Синица», «Соболь-П» и другие. Однако они были слишком сложны в производстве и ниже уровня штаба фронта практически не применялись. В 1941 году в СССР функционировало всего 116 ВЧ-станций и 39 ретрансляционных пунктов. Потребность в шифровальных средствах была гораздо выше. Только 8-ое управление РКК за четыре года войны обработало более 1,6 млн шифротелеграмм и кодограмм. Суточная нагрузка в пределах 400 шифрограмм была нормальной для штаба фронта, 60 для штаба армии. Всего же Управление шифровальной службы Генерального штаба разослало более 3,2 млн комплектов шифров за время Великой Отечественной войны. Самым распространенным методом шифрования, который применялся нашими подразделениями уровня армии и ниже, были так называемые коды с перешифровкой. Этот метод предполагал использование словаря, с помощью которого символы, слова или их последовательности кодировались двух-, трехзначными или четырехзначными наборами цифр. Иногда поверх этого применялось так называемое гоммирование, то есть наложение случайной или псевдослучайной последовательности. Но чаще всего донесения, приказы и прочая информация передавалась открытым текстом, а зашифровывались лишь наиболее значимые его фрагменты с помощью так называемых переговорных таблиц. С их помощью условные обозначения присваивались каждому высоковому соединению, их действиям, ориентирам на местность, направлениям и так далее. Принципы кодирования, а также переговорные таблицы и таблицы радиосигналов постоянно менялись, что делало даже перехваченное сообщение практически бесполезным для противника. Кодировалась также картографическая информация, для этого использовались карты со специальными отметками, которые менялись по заранее оговоренному принципу. Также все топографические карты предполагали разбивку местности на квадраты и указание местоположения объектов по ним. Это позволяло быстро найти нужную точку. Квадраты кодировались так, брался какой-то один квадрат, дальше ему присваивался какой-то номер, после этого в соответствии с некой заранее установленной схемой, относительно этого номера вычислялись номера других квадратов. Это позволяло восстановить оригинальную карту. Но как же, зная все это, работать с зашифрованными архивными материалами? Допустим, вы находите шифровку, кодограмму или иной документ, в котором вместо букв планы текста набраны цифрами. Можно попробовать найти подходящую переговорную таблицу, таблицу или расписание ключей, описание шифра или иной соответствующий документ. К сожалению, они не каталогизированы, и обычно обнаружить их не так просто, если вообще возможно. Выходит тупик? Не совсем. Довольно часто телеграфисты и радисты, принимая сообщение, расшифровывали его, делая пометки прямо в тексте. И именно в таком виде шифровки попадали в архив. Иногда переданная шифровка становилась вполне официальным документом, содержащим данные по операции, проходившей в указанный день. В таком случае обычно менялся уровень формирования ответственного за документ. Шифрованный текст передавался в штаб, а далее следовал уже в открытом виде. Для того, чтобы восстановить содержание шифровки или, по крайней мере, сузить направление поиска, могут пригодиться любые упоминания конкретных дат, людей и мест. Возьмем для примера переписку тенниса и элеватора. В шифровке упоминается не только майор Хворостенко, но и прекрасное, вероятно, место под названием Шанский завод. А это на самом деле село в Износковском районе Калужской области, которое советские войска проходили дважды. Датировка документа нам известна, это январь 42-го. Как раз в это время, в ходе наступательной операции на Вяземском направлении, 33-я армия, позывной «Теннис», сделала это во второй раз, о чем и сообщила в пятую армию – позывной элеватор. Подобным образом можно практически следить за тем, как развивались боевые действия, причем делать это на основании документов, которые никто до этого не использовал, поскольку не мог расшифровать. Не зря ведь в базе данных памяти народа конкретно эта записка из «Теннис» в «Элеватор» сопровождается пометкой «Описывать боевую операцию нет данных». Какими еще сообщениями обменивались майор Хворостенко и капитан Чекренев зимой 42-го? Куда двинулись входившие в пятую армию рысь, шар и омека? Для того, чтобы выяснить это, можно открыть условные Яндекс.Карты и прочертить маршрут по ним, пользуясь известной информацией. Если где-то данных нет, можно вновь обратиться к архивным документам и найти там подсказки, которые позволят восстановить ход событий. Работа с архивной информацией – это в первую очередь работа с информацией. Нужно быть готовым к тому, что, например, деревня Новоголовино, которая упоминается в одной из шифровок из «Тенниса в элеватор», сейчас уже не существует. Но захоронение погибших там солдат на месте. Его можно отыскать, даже не полагаясь на данные порталы «Память народа». Там поиск работает не всегда однозначно, и вместо Новоголовино предлагается столица Бенино, город Порто-Нова. Возьмем в качестве еще одного яркого примера частично расшифрованный документ – оперативная сводка штаба 50-й армии от 03.11.1941. На том же ключе, а точнее с использованием той же переговорной таблицы, были зашифрованы и другие документы, например, информация 50-й армии о соседе слева 3-й армии. Имеющихся данных для расшифровки недостаточно, однако поиск на портале позволяет найти недостающее звено – переговорную таблицу, которую использовали для связи штаба 50-й армии с генштабом и штабом Брянского фронта. Она устроена по принципу простой замены. Например, число 1 шифровалось как 004, словосочетание ведет разведку как 042, а 45-мм снаряды как 072. У немецких радиоразведчиков, не располагавших этой таблицей, шансов вскрыть содержание сообщения при перехвате почти не было, но мы с вами можем попробовать расшифровать катаграмму. Итак, оригинал. Ваш левый сосед 043 002 004 052 066 на радиусе, тут еще можно прочитать на разведке, так как в игру вступает вторая линия обороны – почерк отправителя. Итак, на радиусе 64, 140, 67, 137 имел перед собой части 112 ПД 005 007 0000 066 045 75 141 77 141 007 066 043 радиусе 76 138 78 136 имея перед собой части 167 ПД 005 006 001 066 040 79 136 81 135 имея перед собой части 167 ПД. А с помощью переговорной таблицы можно получить расшифровку. Ваш левый сосед ведет бой 41-й кавалерийская дивизия на радиусе 64 140, 67 137 имея перед собой части 112 ПД. 259-я дивизия вышла на рубеж 75 141 77 141. 6-я дивизия ведет бой на радиусе 76 138 78 136 имея перед собой части 167 ПД. 283-я дивизия обороняет 79 136 81 135 имея перед собой части 167 ПД. Из контекста понятно, что ПД это немцы, пехотные дивизии вермахта, а вот что за рубежи 75 141 77 141 и радиусе 76 138 78 136 и остальные. Вы уже знаете, где и как искать эту информацию и что с ней делать. Вам известно формирование, даты, осталось открыть карту боевых действий и определить места событий, либо вы можете пойти другим путем, найти ключ карты и попробовать до конца расшифровать весь текст. Аналогичный исследовательской работе посвящен конкурс «Шифры Победы». Его главная цель — восстановить информацию, помочь собрать данные, актуализировать их на портале «Память народа» и, возможно, открыть новые страницы в истории Великой Отечественной войны. Попробуйте свои силы в конкурсе «Шифры Победы», прикоснись к полным документам эпохи и вдохните жизнь в их строки. Попутно вы научитесь искать и находить данные в бескрайнем океане окружающей нас информации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...